Преподавание Азербайджанского языка В этом году у нас первый выпуск студентов переводческого факультета МГЛУ. Хочу сказать, что выпуск очень удачный, успешный. Ребята прекрасно сдали государственные экзамены, получили две пятерки и пять четверок, защитили дипломные работы на пятерки. И даже сумели издать, Бакинский славянский университет помог издать книжку переводов с азербайджанского языка, переводов художественной литературы, куда входят произведения Кямала Абдулы, Эльчина и анекдоты о Бахлуре Дананде. В этом году, уже в этом учебном году, занималась еще одна группа, группа переводчиков. Они теперь перешли на второй курс. То есть, наши связи расширяются, подготовка специалистов со знанием азербайджанского языка успешно развивается. И надеюсь, что в этом году, в этом новом учебном году, будет еще одна группа. Будем готовить журналистов со знанием азербайджанского языка. В нашем центре обычно мы проводим самые различные культурные мероприятия, связанные с республикой, с выдающимися личностями республики. У нас были встречи с народной артисткой Азербайджана Тамилой Махмудовой, с народной артисткой Азербайджана Амальей Панаховой. Ежегодно мы проводим, можно сказать, все национальные праздники Азербайджана. Причем сценарий готовят уже сами студенты на азербайджанском языке. И это очень интересно, что студенты-россияне прониклись, очень глубоко прониклись культурой Азербайджана. Полюбили этот язык, полюбили республику. Огромное значение в этом имели их поездки в Азербайджан, поездки в Баку, Бакинский и Славянский университет, где они проходили практику. Я бы хотела сказать, что нам в этом смысле огромную помощь оказал фонд Гейдар Алиева в Москве под руководством Ильи Дахану Малиевой. Мы будем поддерживать связь с нашими выпускниками. Возможно, они даже будут в дальнейшем преподавать сами этот язык. Будут заниматься переводами. Хочу сказать, что в Азербайджане, например, журнал «Литературный Азербайджан», который опубликовал перевод одного из студентов, Асташка Ильи, даже сказали, что, возможно, будут давать им какие-то заказы на переводы, потому что переводы были очень удачными. Наше сотрудничество с Азербайджаном развивается таким образом, что мы, работая на пространстве СНГ, именно с Азербайджаном опробируем такие уникальные инновационные проекты. Будь то сегодняшняя программа, программа высшего журналистского мастерства, будь то тот форум, который мы провели на площадке Бакинского славянского университета в начале июня. И тоже мы создали прецедент, поскольку это была вторая школа молодых переводчиков художественной литературы и симпозиумы, конференции. И тоже приняли решение, что БСУ, опять же, Азербайджан и Бакинский славянский университет должен стать той площадкой для молодых переводчиков художественной литературы, которой предназначено вырабатывать как методологию сегодняшних подходов к художественным текстам, так и вырабатывать стратегию и тактику на всем пространстве СНГ, но Азербайджаном в центре этого пространства, в этом великом духовном, гуманитарном деле. Я очень признательна Бели Ханун, нашему профессору, нашему общему профессору с БСУ, которая не только одновременно является и директором центра азербайджанского языка и культуры, но одновременно является еще и буквально мамой в прямом смысле и преподавателем, нашим студентом. Мы, изучив опыт полуторалетней нашего взаимодействия с вами, уважаемые коллеги, все-таки одно образование-то у вас есть, это дополнительно идет. Решили, что мы должны готовить с младых ногтей журналистов, россиян, которые владели бы, ну, как минимум двумя языками, азербайджанским, английским, русским и так далее. Поэтому мы готовим в перспективе, будем готовить ваших будущих коллег здесь, в России. Я думаю, это тоже хорошая перспектива для продолжения само собой и для углубления сотрудничества в различных гуманитарных областях. Я не могу не вспомнить о том, как все зарождалось. Это идея о создании корпоративной кафедры принадлежит Ирине Ивановне Халеевой, которая на одном из первых заседаний вновь тогда созданного экспертного совета по проблемам постсоветских государств и о новости сказала о том, что неплохо было бы в рамках вот того опыта, который накоплен лингвистическим университетом как базовой организацией по изучению языков и культур государства и народа в СНГ и РИА Новости как одной из ведущих информационных структурно-постсоветском пространстве объединить эти усилия. И эта инициатива РИА Новости была поддержана, создали кафедру высшего журналистского мастерства корпоративную и одним из первых реальных образовательных продуктов этой кафедры явился вот наш с вами сегодняшний выпуск. Я очень рад тому, что эту идею сразу же однозначно, бесповоротно поддержали в исполнительном аппарате президента Азербайджанской республики. И лично начальник отдела управления социально-политического исполнительного аппарата доктор философских наук профессор Али Гасанов с первого дня курировал этот проект, который уже имеет продолжение в виде второй группы, которая сейчас проходит обучение здесь же в этих стенах. Будет у нас третья группа в этом году. Я не могу не сказать теплые слова в адрес посольства Азербайджанской республики и лично господина посла, который в курсе этой программы и всякий раз при встречах со мной просил, значит, сказать, что посольство будет и впредь поддерживать этот проект. Ни для кого не секрет, что гуманитарные связи в общем одном из дипломатических отношений занимают одно из важнейших мест. То есть именно гуманитарные связи прокладывают дорогу, создают ту атмосферу, на которой строится, так скажем, большая политика. Поэтому и сегодняшние знаменательные события я расцениваю именно в плане динамизации наших гуманитарных связей. Мы действительно на протяжении многих лет, по крайней мере, на протяжении всего моего здесь пребывания, очень активно сотрудничаем с МГЛУ. Мы очень благодарны, что нашим студентам уделяется такое большое внимание. Мы очень благодарны, что Ирина Ивановна и руководство университета взяли на себя такую смелость и пилотный проект осуществляет именно в нашей стране, на почве наших взаимоотношений. И поэтому я думаю, что то, что сегодня заканчивают журналисты, уже сложившиеся, так надо сказать, журналисты, потому что у каждого за спиной есть определенная практика, есть практика работы в азербайджанских СМИ. Но то, что они получают сегодня, или вернее получили сегодня из СМИ, для них это совершенно особое значение. Я уже говорил о коллеге из информационного агентства РИИ Новости, что помимо чисто профессионального образования, которое они получили здесь, ведь чрезвычайно важно то, что сложились человеческие отношения, сложились дружеские отношения, сложились те коллегиальные связи, которые в дальнейшем будут непременно служить дальнейшему нашему сотрудничеству и развитию сотрудничества. А все мы знаем, что как в любой профессии, так может быть и в журналистской профессии больше, чем где-либо, человеческий фактор имеет огромное значение. Сюда приехали люди, состоявшиеся, с определенным опытом работы. Учитывая, что это, собственно, молодежь по возрасту, поэтому, видимо, не очень продолжительная была работа, но был. Было образование, то есть сюда приехали взрослые люди. Кто-то даже здесь не приехал для того, чтобы получить это полуторгодичное, трехсеместровое, дополнительное к первому высшему образованию. Первая – это эмоциональная часть. Понятно, что были волнения с нашей стороны. Проект пилотный. И нужно было разработать учебный план, нужно было просчитать все часы, нужно было определить уровень владения не высшим журналистским мастерством, это уже были наполовину журналисты, приехавшие сюда. Кто-то журналист, кто-то лингвист. Вот. Поэтому мы очень довольны первой группой, первым выпуском. Он всегда самый волнительный и самый ответственный, естественно. Со второй группой уже легче, потому что мы те ошибки, которые совершили, уже их совершили. И теперь на второй группе их исправляем. Но я надеюсь, что ошибок было не так много. А основное впечатление, опять же, эмоциональное, что приехали очень добрые, отзывчивые, открытые люди. Одним образом, одним словом, простите, представитель Азербайджанской республики, которую я очень люблю, из которой у нас очень много совместных проектов. И где бы мы ни взаимодействовали, по какому бы направлению мы ни двигались вместе с нашими партнерами в Азербайджане, у нас всегда до сегодняшнего дня все получалось. Я человек несуеверный, я убеждена в том, что мы в будущем будем в успешности в наших совместных начинающих. Наши многогранные сотрудничества с Азербайджаном по многим направлениям развиваются. Есть замечательные мероприятия, как российско-азербайджанский экономический форум, который сегодня завершается в Баку, как гуманитарный форум, который в другое время года проходит, всевозможные межрегиональные культурные связи, которые организуются в приграничных сферах. Есть замечательные информационные проекты, которые поддержаны и РИА Новости, и ТАРТАСом. В образовательной сфере несколько сот азербайджанских студентов обучаются в разных вузах. Наша программа, которая концентрируется на журналистах, имеющих уже высшее образование, то есть это второе высшее образование, это, что называется, повышение квалификации серьезное. Наша программа с лингвистическим университетом пока прецедентов не имеет, в том числе и не только в том, что касается России и Азербайджана. И с другими странами СНГ пока таких, значит, примеров второго такого примера нет. Но я знаю, что Комитет Государственной Думы по делам Содружества и по делам соотечественников, которые возглавляет Леонид Эдуард Слуцкий, заинтересовался этим опытом. И мы в ближайшее время будем обсуждать на заседании Комитета, его консультативного совета, вопрос о том, как бы вот этот опыт расширить на другие возрасты. Так что будет продолжение. Расскажите, пожалуйста, что вам дали эти курсы? Эти курсы нам дали, в первую очередь, владение русским языком. Мы считаем, что сейчас же нормально, владеем русским языком. А второе, это журналистская профессиональность. Мы, конечно же, работали в Азербайджане с журналистами, но эти курсы нам помогли повысить наши знания в журналистике и тому подобное. Считаю, что это очень хорошо, что мы прошли эти курсы.